Доброе время суток, дамы и господа. Олимпийский дневник, выпуск номер 5. Выхожу снова в эфир для того, чтобы познакомить вас с расписанием соревнований и трансляцией на наших каналах. Итак, воскресенье. Я начну именно с воскресенья, потому что день только начался, и многие хотят посмотреть даже в записи что-либо из соревнований, а в программе передач не стоят расписания именно соревнований. Дело в том, что они просто обозначают Олимпийские игры и не утруждают себя тем, чтобы написать кто именно и что именно происходит на спортивных площадках. Поэтому разобраться в этом довольно сложно. Я вам помогу. Поэтому сегодня я сделаю обзор именно таким образом, что я вам расскажу время трансляции по Москве, и вы сориентируетесь сами, где что как идет, и вам станет легко найти нужную трансляцию. Итак, я не буду освещать все каналы, азербайджанские и латышские, потому что это займет слишком много времени. Они в азербайджанце показывают в основном футбол, и интересно там посмотреть, там хорошие трансляции идут, и хорошие комментаторы, несмотря на то, что они комментируют на азербайджанском языке, очень эмоционально это получается у них, красиво, и мне очень нравится. Что касается латышских каналов, то я вам скажу, в воскресенье я отметил для себя только две особенности. Прежде всего, они почти все в воскресенье показывали большой теннис, а я знаю, что очень многие любят большой теннис. И очень, я думаю, большой интерес может вызвать матч баскетбольного турнира. Сборная США играет со сборной Сербии, и этот матч транслировался в 11 часов 10 минут по сетке картины ТВ. Это по московскому времени с задержкой 0, поэтому ищите этот матч, и матч, я так понимаю, довольно упорным и интересным. Что касается остального, прямо проходимся по расписаниям каналов Евроспорт 1 и Евроспорт 2, и именно за воскресенье, чтобы вы могли что-то в записи посмотреть. Но те, кто пропустил, я скажу, что очень интересный был матч Украина-Марокко по футболу, и он был показан по каналу Евроспорт 1, и он был показан еще в субботу, ищите его в сетке трансляций. И там очень, я не стану говорить о результатах, кто-то хочет посмотреть записи, но в группе складывается ситуация, при которой, опять же, как и на чемпионате Европы, у всех команд может оказаться одинаковое количество очков. И тогда пойдет в расчет разницы забитых, пропущенных мячей. Очень упорная борьба в этой группе, выйдут только две команды, и посмотрим, что произойдет. Конечно, хотелось бы, чтобы вышла Украина, но посмотрим, как это получится, пока непонятно. Значит, борьба там идет очень упорная. Что касается трансляций. Итак, в воскресенье показывают, прежде всего, идет плавание в 6 часов утра уже начинается. Это первая, там есть у них первая сессия, и есть вечерняя сессия. Но плавание кто-то любит, кто-то нет, я просто отмечу, что плавание тоже показывалось в 6.00. Далее идут разные виды спортивные дневники, которые не всегда интересны. Будет в 9.25 бадминтон, прямая трансляция идти. После нее сразу же пулевая стрельба. А вот в 11.15 волейбол, те, кто любит волейбол, это будут женщины. А женский волейбол на Олимпиаде всегда интереснее, чем мужской. Он не такой силовой, и он очень пластичный, очень яркий. И мне всегда нравился женский волейбол больше, чем мужской. И играет Италия против Доминиканской республики. Это была прямая трансляция, потому что, скорее всего, вы будете смотреть ее уже в записи. Далее опять плавание. Снова волейбол, игра Польша и Япония, и вновь женщины. Дальше стрельба из лука, финалы. Мы увидим, кто станет победителем. И байдарки. Начинается соревнование по байдаркам в 18.35. Дальше 19.30, это по трансляциям Евроспорт 1. И у нас будут идти также матч США, Сербия, баскетбол. Дальше регби, фехтование. И опять плавание. И волейбол мужчины. Словения, Канада. Это будет в 23.15 по сетке программы передач. Что касается канала Евроспорт 2. Итак, начинается соревнование в воскресенье с женщины Испании и Нигерии. Это футбол. И футбол женщины США и Германии. Американки в футболе сильные. Это не в мужском футболе, в женском. Американцы очень крепкую и серьезную команду имеют. И всегда претендуют на самые высокие места. Дальше идут просто олимпийские трансляции. Они делают нарезки. И идет это отдельными блоками. И до конца дня так и будут вестись какие-то включения прямые с олимпийских арен. Поэтому те, кто просто хотят быть в курсе того, что происходит на Олимпиаде, включайте Евроспорт 2. И смотрите. И вы будете действительно в курсе спортивных событий. Вот, пожалуй, и все. До встречи завтра. Я выйду в эфир также в понедельник. Для того, чтобы рассказать вам о том, что интересного можно посмотреть на Картина ТВ. Смотрим Олимпиаду, остаемся с ней. С вами был Юрий Тенман, автор и ведущий канала Картина ТВ. Вопросы и ответы. До новых встреч.